Ну что ж, Саня, сегодня у тебя будет хороший день. Я потеряла парня, потеряла сестру, потеряю работу, но твой брат получит шанс на здоровую и счастливую жизнь. Никогда не знаешь, кто твой друг, а кто твой брат в этой жизни. Но почему она тогда это выложила? Она же так дорожит своей Америкой и карьерой. Рита, подумайте вместе с Катей, где она еще может быть? Обзвоните все больницы. Я вам перезвоню. Значит, она простила тебя. Так нужно принимать решение. Наде ее паспорт, фото, все данные. Позвоните в полицию. Узнайте, в чем она была одета. Ну что ты так смотришь на меня? Я реально понятия не имею, куда мы могли уйти. Катя, мне нужно было так все запускать. Нужно было все выяснить на берегу, объясниться, поговорить. Вы же сестры. Ну да, это было. Ну да, Мишель, сейчас столько сюрпризов. Ух ты меня не любишь, но это достойное восхищение. Ты реально думаешь, что это все искренне? Да. Вот увидишь понедельник, она сама тебе все расскажет. Где-то там, в центре Манхэттена, ее жизнь скрыта секретами. И она никогда не мечтала, что-то в ней поменять. Где-то на крае Непитера, ее счастье очень сомнительно. Но она с этим справится, этот челлендж сможет принять. Ты встречаешь людей, ты забудешь друзей, ты влюбляешься сердцем горячим. Кто-то предан тебе, кто-то предан тобой, кто-то скоро предаст, не иначе. Среди множества дней и одиноких ночей, ты поймешь, что твое и надолго. Кто-то будет беречь, кто-то рушить и сжечь, и сердца разобьет на осколки. С кем ты станешь врагами? С кем ты станешь друзьями? Кто-то маску сменил, кто-то душу открыл, кто-то стал тебе сниться ночами. И нельзя угадать, и нельзя предсказать, как кружит ураган наших судеб. Ты доверишься судьбе и, конечно, себе. В жизни встретятся разные люди. Разный наш мир, разные мы. С кем-то нам дано повстречаться, кто-то в прошлом должен остаться. С кем-то нам дано повстречаться, кто-то в прошлом должен остаться. С кем-то нам дано повстречаться, кто-то в прошлом должен остаться. Я же вам говорила, что мы здесь Мишель, доченька, ну что же ты натворила Мы так переживали, почему ты ушла Почему ты мне ничего не сказала Мишель, прости меня, я честно не думала, что все так произойдет Мишелька, нам Катя все рассказала Мы все поняли Я думаю, вам нужно поговорить с ней Потому что произошло недоразумение Вы во всем разберетесь Все-таки вы сестры с ней, девочки А мы пока с Жориком пойдем на кухню попьем чай Точно, Жорик? Идем, Рита, надо позвонить Андрею, он сильно переживает А девочки тут сами разберутся Ну идем, правильно, пусть разбирается Мишель, прости Мне и вправду даже не знаю, как тебе объяснить Я реально не права в этой ситуации И моим поступком просто нет оправдания Я не знаю, что тебе сказать Я хотела, чтобы все получилось как-то вообще по-другому Но реально моим поступком просто нет оправдания Прости еще раз Хорошо Я тебя прощаю Но сейчас ты должна мне объяснить Все, всю ситуацию От и до, без преувеличения и броня Я хочу услышать твою правду Так слушай Началось все в тот день, когда ты поехала с Крисом на машине А я решила пойти пешком Понедельник это был Да, вы выходили тогда вместе с ним из машины И помнишь, я подбежала к тебе и позвала тебя срочно поговорить Так вот В конце дороги сидел Эд И, соответственно, он увидел тебя, что ты была с Крисом Так вот оно, что было такое срочное Да, именно Ты ушла, не захотев со мной говорить А Эд увидел тебя с Крисом и очень сильно распсиховал Да что он вообще потерял в России? Что на Манхэттене отныне скучно, когда Мишель уехала? Слушай дальше И я побежала к нему Хотя он не знает, как я выгляжу Мы вообще в жизни никогда не были знакомы Я думаю, он узнал меня по фотографиям Либо помнишь тогда, когда мы разговаривали по фейстайму? Да, помню Он попросил вызвать ему такси, чтобы он уехал в отель Но я предложила ему пообедать в городе Зачем? Ты могла спокойно посадить его на такси и пойти в школу? Я хотела узнать ситуацию Не знаю, понять, что вообще он здесь делает Ну допустим А в отеле у него 4 дня, ты что делала? Тогда я дай расскажу Мы пообедали с ним И отключусь у меня на плече Я поехала с ним в отель, чтобы проконтролировать, если в порядке он или нет После этого мы приехали в отель Он очень сильно был пьян Не знаю, может из-за эмоций И на второй день он хотел увидеться с тобой Но он просто не был в состоянии Я просто не могла позволить, чтобы он пришел перед тобой в таком виде Хорошо А остальные дни? На следующий день ему было очень плохо И я отвезла его покушать борщ Мы прогулялись чуть-чуть И я после этого позвонила тебе Ты сказала, что хочешь встречаться с Крисом И я подумала, что ты будешь не особо рада узнать о том, что Эд приехал Поэтому не рассказала тебе об этом И решила построить план Но не очень ты классно поступила Я тебе так скажу Я боялась, что ты его пошлешь Расстроишься И поэтому придумала идею о том, чтобы провести его на вечеринку под именем Криса Найти ему такой же костюм И подстроить ваш поцелуй Но что-то пошло чуть-чуть с ней по планам А ты не считаешь, что это было неправильно по отношению ко мне Делать такие сюрпризы? Обдумав, я это поняла Но на тот момент мне казалось, что это все будет выглядеть более романтично Очень романтично, Катерин Слушай, я из всех этих разговоров до сих пор не поняла, что он здесь делает Что, зачем он прилетел в Россию? Он прилетел, потому что он не понимал вообще, что происходит Ты ему никогда после того разговора, после той ситуации не отвечала При этом ты поняла все не так, как надо Та девушка, с которой он сидел в кафе Она ему помогала сделать визу Он хотел прилететь на твой день рождения Но так получилось, что Джо тебе доставил эту информацию как-то совсем по-другому Вот чё, ты уверена в этом? Получается, что да На все 100% А целовала ты его тогда зачем, зная, что он мне не изменил? Шель Честно, мне стыдно Но мне хотелось его поддержать Реально, как дура поступила И мне реально хотелось его поддержать Просто смотря на тебя с Крисом, я думала, что у вас все получится и вы будете вместе Короче, все с вами ясно Ладно, идем домой Хватило мне на сегодня приключений Просто дай мне шанс все исправить Я хочу, чтобы все было как раньше Мы с тобой хорошие подруги, лучшие сестры просто на всем свете И никакой парень просто не мог испортить нашу дружбу и наши отношения Честно, я хочу все исправить Сань, привет Идем поговорим? Пошли Пойди с тобой Да не надо, я справлюсь Я так Договорилась, Мишель? Что слышно там? Не особо, я знаю, что американец улетел Я видел, как она на него смотрела У них по-любому есть какая-то связь Ты обижаешься на нее? Как ни странно, нет Она мне очень нравится, но я думаю, мы останемся хорошими друзьями Это самое главное, а что будешь делать с клипами и песней? Она же должна была тебе помочь, поучаствовать в этом всем А что за клип и почему он на него рассчитывает? Ну он только начинающий певец Она могла ему помочь, как никак она популярна Ну да, она тебе быстрее кремя сделает Уже нет смысла об этом говорить Я уверена, что у нее к тебе нет никакого негатива Она может тебе помочь даже как другу Пока это сложно Дайте мне время прийти в себя Я не хочу об этом думать Я искренне надеюсь, что то, что я смогла собрать Поможет твоей семье и Ване начать путь к выздоровлению и счастливой жизни Но этого хватит, по крайней мере, чтобы полететь в Нью-Йорк на диагностику А там уже посмотрим Если мне будут еще присылать деньги Я буду собирать, отдавать тебе И я думаю, что уже потом посмотрим, что мы сможем сделать в дальнейшем Я поговорю с папой и попробую узнать о фондах поддержки больных детей в Америке Посмотрим, что сможем сделать Но в любом случае я хочу пожелать тебе с мамой много сил и терпения Все будет хорошо Держи Спасибо огромное А как твое агентство? Я знаю, что ты говорила с Марком И он мне сказал, что если ты прилетишь туда То ты сразу же попадаешь в черный список там в Америке Это не важно Что-нибудь придумают Ты за это не переживай На, возьми Ой У меня пришло сообщение Я отойду Хорошо Пока Пока Сколько там денег? Я не знаю, даже боюсь смотреть Приведешь меня, а то с этим вообще небезопасно Да, пойдем Субтитры сделал DimaTorzok